Здравствуйте, меня зовут Хельга. Я хочу оставить свой отзыв на книгу «Эталонный аватар», которую мне посчастливило вчера прочитать одну из первых. Читала её прямо с утра до вечера, потому что, во-первых, она очень интересная, а во-вторых, она достаточно большая, там почти 300 страниц. И чувствуется какой-то невероятный труд, потому что в этой книге нет какой-то прямо бады, хотя она написана достаточно лёгким, простым, доступным языком, там очень красивое визуальное оформление, но при этом нет какого-то примитива из серии «не пейте, не курите, не ешьте мясо, и это будет вам счастье». Затрагиваются темы самые разные, многие из них непопулярны, их не принято упоминать в контексте омоложения, работы над своим аватаром, и я очень рада, что я там повстречала, потому что, несмотря на свой достаточно большой багаж в виде знаний и опыта, в сфере биохакинга и омоложения, во многих темах у меня есть некоторые пробелы. И как раз информацию из этой книги я потерпнула, чтобы эти пробелы закрыть. Книга очень масштабная, многомерная, как я уже сказала, там затронуто достаточно много тем, и при этом она не оторвана от реальности, то есть те советы, которые там даются, они от вас не требуют каких-то огромных финансовых вложений, каких-то усилий, большого количества времени, то есть это всё можно встроить в свою повседневную реальность, было бы желание. И каждый раздел рассмотрен в достаточно глубоком уровне, что мне понравилось, там достаточно хорошая теоретическая информационная база. Я, как тот ещё книжный червь, очень дотошная до этого. Мне всегда не устраивают книжки, где просто какой-то список советов даётся. Знаете, как в Google-поисковике вот это вот, мажьте три раза в день чесночную кашу себе на мозги, и вы омолодитесь за неделю на 20 лет, то есть меня такое не устраивает. А здесь именно каждая глава, каждая новая тема начинается с информационной подной части. О чём мы говорим, почему это важно, как это всё объясняется, чем эти советы продиктованы, какой результат вы получите. И вот эта конкретика вплоть до мелочей, до того, какие формы БАДов надо, например, употреблять, мне очень понравилась. Из таких тем, которые мне прямо особенно понравились, могу сказать, эпигенетика, нейропластичность, там целый большой масштабный раздел, в том числе перечислены несколько десятков вредных привычек, которые вроде как все знают, все слышали, но при этом лишний раз полезно в них ещё раз ткнуть носом, да. Но самое банальное, что не надо спать на боку, например, будут заломы, да, будет испортиться у нас личико, что не надо жевать одной стороной лица, челюсти. Опять же, что будет перенапряжение мышц, пойдёт асимметрия. То есть лишний раз вот все эти пункты ткнуть человека, напомнить полезно. Далее, достаточно хорошо разобрана тема гормонов, прям масштабнейший просто раздел. Очень подробно, очень интересно всё расписано. Дальше, лимфа, межклеточный матрикс, обработка коллагена организму, БАДы, какие БАДы нам нужны, разные травы, аминокислоты, минералы, в каких формах, что с чем сочетается, что можно получить из каких-то соков свежевыжатых, что лучше докупить. Это всё тоже там указано. Очень масштабный, глубокий раздел, посвящённый фейсбилдингу и массажу лица. Что мне понравилось? То есть я безумно люблю фейсбилдинг, я уже много летом занимаюсь, и там нет просто какого-то списка из упражнений, которые надо делать, а достаточно глубоко вся система расписана, как всё устроено, и почему нам нужны именно такие упражнения, и что конкретно мы тренируем. Такой комплексный подход, он меня очень впечатлил. Также, что я ещё не сказала по поводу БАДов и питания, мне понравился раздел, где указано, что не должно быть в составах тех же добавок и вообще в нашей еде. Потому что многие люди не уделяют этому внимания, они просто берут что-то, что подписано, что это полезно, и считают, что они делают себе хорошо. А по факту там в составе, может быть, вся таблица Менделеева, там будет и лимонокислота, и В12, и тальк, и диоксид титана, и какие-нибудь вредные сахарозаменители, и куча другой гадости, которые есть, ни в коем случае нельзя. Вот. И, конечно, более ожидаемые темы, такие как антипаратитарные чистки, как энергетические практики, как работа с волей, с сознанием, с самооценкой, понимание того, кто ты, зачем, куда живёшь, да. В общем, осознанность, прокачка осознанного мышления, прокачка чистоты сознания, всё это тоже там прорабатывается, и я целиком полностью придерживаюсь такого же подхода, потому что я считаю, что даже самая идеальная внешность, без начинки, без самости, без прорабатывания всех внутренних аспектов, ну, немного его стоит, просто потому что вы будете лишены уникальности, значит, вас можно заменить, значит, не так уж это и ценно. Вот. И что мне ещё очень нравится, все эти советы не нарушают автономность человека, то есть почти всё вы можете делать, не выходя из дома, не жертвуя своим вниманием, своим временем. Вы по-прежнему принадлежите самому себе, и привычный график не будет нарушен. Таким образом, я могу уверять, что эта книга будет максимально полезна каждому, кто хочет прокачать свой аватар. Единственное, надо понимать, что это не просто какая-то занимательная книжица, которую прочитаешь и положишь на полку, да, такие книги становятся настольными. Они читаются блокнотом и с ручкой в руках, и то, что там написано, нужно пробовать, нужно притворять жизнь, нужно делать своей полезной привычкой. И тогда она будет максимально эффективна, я думаю, эффективна абсолютно каждому, кто настроен на молодость, красоту, осознанность, успех, бессмертие. И всё то, чего мы желаем. Мне она очень понравилась. Спасибо. Спасибо. Спасибо.